Всем добрый день, это канал GT Class, с вами Андрей Щетников. Ну я думаю вы уже давно заметили, что мы стали регулярно переснимать наши старые ролики в новом стиле, с подробными пояснениями, ориентируясь на то, что интересует наших зрителей, прежде всего наших подписчиков. И сейчас мы поглядываем на то, чтобы переснять ролик «Закон Бернули», он у нас один из самых популярных, ежемесячно получает одно из наибольших количеств просмотров, вне зависимости от того, какой это месяц. Видно, что тема трудная, что люди хотят не разобраться, ну а значит мы должны постараться сделать это как можно лучше. И в нашем нынешнем стиле мы начнем серии подводящих роликов, в которых будут делаться простые опыты и предлагаться сделать расчеты, объяснения, ну для того, чтобы мы в том числе тоже понимали, что вас интересует в этой теме и вложились нормально потом в основной ролик. Ну а начну я совсем простых вещей, поскольку там будут использоваться разные потоки воздуха, созданные воздуходувкой или еще каким-то способом. Я вернусь к теме, которую мы когда-то уже обсуждали и задам вопрос. Ну а вот когда я сейчас дышу, выдыхаю или выдыхаю через трубочку, какой максимальный под скорость потока воздуха я могу при этом развить? Как ее можно оценить, рассчитать? Что будет, если трубочку взять побольше диаметром? Будет та же скорость потока или меньше? Вот мы сейчас этим и займемся. Ну и понятно, что первый вопрос, на который наверное стоит ответить, поскольку я это выдуваю своими легкими, спрашивается, а так вот, закрыв рот и наддув, я какое могу дополнительное давление легкими создать? Ну надо его взять да померить, а потом использовать в последующих расчетах. Что мы сейчас возьмем и сделаем? Ну и с этой целью я взял барометрический датчик давления, подключил его в станцию. Сейчас станция показывает, что давление составляет 0,99 атмосферы. Ну а теперь давайте возьмем и подуем. Ну видно, что если я напрягусь, то одну десятую атмосферы выдаю. Значит давайте сразу прикинем. Однодесятой атмосферы это 10 четвертой паскалей нам пригодится. Ну а если так вот в водяных столбах атмосферы это 10 метров воды, это значит, что я такую в трубочку метровую могу держать, но с водой, но с трудом давлением своих легких. Ну а теперь можно кое-что взять и посчитать. И подсчет здесь совсем не сложный. Вот я изобразил условные легкие трубку, избыточное давление дельта п 10 четвертой паскалей. Ну и под действием разности давлений в легких и в атмосфере воздух приобретает некоторую скорость пролетая по трубке. Причем понятно, что он эту скорость уже где-то почти сразу приобретает, а не разгоняясь по ходу дела. Ну, для дальнейших расчетов надо воспользоваться тем соображением, что дельта п это фактическая энергия, приходящаяся на единицу объема воздуха, который мы затолкали в область повышенного давления. Вот эта энергия и освобождается в форме кинетической энергии. Тогда мы пишем дельта п есть второй квадрат пополам, сразу баланс. Отсюда выражаем скорость, подставляем числа, что у нас тут 2 на 10 четвертой и 1 и 3, 2 на 1 и 3. Ну, в общем, когда мы корни извлекаем, это, грубо говоря, просто сотня. Так что такая примитивная теория предсказывает мне, что я могу выдыхать воздух со скоростью 100 ветра в секунду, во что я, конечно, не очень верю. И дальше я себя спрашиваю, а какие здесь были сделаны предположения такие сильные? Ну, во-первых, мы пренебрегли трением воздуха о стенке трубки. Наверное, это справедливо. Во-вторых, мы пренебрегли тем, что когда воздух в трубку врывается, здесь турбулентные потоки появляются на вот этом перегибе, на краях трубки. Это, наверное, существеннее, но тоже не настолько сильно. Возможно, дело в том, что я просто не могу обеспечить постоянный наддув с требуемой скоростью. У меня легкие просто воздух не отдают. Возможно, что если я возьму очень тоненькую трубочку, то 100 метров в секунду и получится. Правда, очень-очень, как бы, такого тоненького потока, да? А здесь я не уверен уже, что это получается. Ну, и поэтому надо все взять и снова проверить на опыте. Ну, и для опыта я приготовил вот такое устройство. Это стеклянная трубка, через которую я буду стрелять. А здесь на конце стоят двое фотоворот. Не буду засекать время пролета. От одной оптической оси до другой. А компьютер покажет, с какой скоростью снаряд прилетал. А запущу я сюда обыкновенный бумажный картриджер. И получилась скорость почти 29 метров в секунду. Ну, в общем-то, довольно прилично, если так себе представить. Но все-таки не сотня, в три раза меньше. И, конечно, здесь возникает вопрос. Так, за счет чего это падение скорости в три раза по сравнению с теоретическим предсказным произошло? И если у вас есть какие-то соображения на этот счет, то вы можете писать их в комментариях к этому ролику на ютубе. А я при этом хочу еще кое-что продолжить. Ну, а теперь я хочу сделать заключение. Простые выкладки с красивым вопросом. Ну, я для этого беру нашу формулу. Дельта П. Сюда даже двойку не пишу, поэтому буду писать по порядку. Это РОВ в квадрате. А теперь смотрите, что я с ней сделаю. Я возьму и обе части формулы. Поделю на атмосферное давление. Значит, здесь у меня будет стоять избыточное давление к атмосферному давлению. А здесь появится конструкция РО делить на П0, ну и умножить на В квадрат. Ну, значит, это у нас безразмерная величина. Давление к давлению. Ну, а получается, что вот это вот П0 делить на РО по размерности это квадрат скорости, чтобы вторая половинка тоже получалась безразмерной. Вот здесь должен стоять какой-то квадрат скорости. Ну, а это не что иное, как квадрат скорости звука, должен я заметить. Ну, там еще в нем есть показатели диабата, но мы двойку не писали, показатели тоже писать не будем. Поэтому мы сюда подпишем С в квадрате. И оценочную формулу придадим ей вот такой вид. Ну, и проинтерпретируем ее. Если создаваемое давление составляет, скажем, 1% атмосферного, избыточное, то, значит, 1 сотую в квадратах это 1 сотая, в скоростях 1 десятая, то вот в этой вот теории, не отягощенной никакими, так сказать, превходящими обстоятельствами, должна развиваться скорость порядка 1 десятой скорости звука. Ну, понятное дело, если давление избыточное порядка атмосферного, то и скорость будет порядка скорости звука. Вот на что можно сразу смотреть. А почему так, собственно говоря, получается? Я думаю, что вам будет приятно над этим поразмышлять. И ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok